Ил-112В, который ушел в штопор, разбился, как утверждают, из-за несработавшей системы флюгирования. Я, честно говоря, открыл рот от удивления. Я просто охерел. Потому что, что такое система флюгирования? Есть у винта определенный угол атаки. Есть понятие облегчить винта и затяжелить этот винт. Увеличить и уменьшить угол атаки. И вот когда вдруг двигатель останавливается, то нужно таким образом поставить винт, чтобы он создавал наименьшее сопротивление. У каждого самолета определенный градус от 85 до 90 с чем-то. В зависимости от того, как удобно. И ставится это автоматически. Пилот не может отреагировать, по сути. Но, представляете, двигатель заглох. Нужно мгновенно зафлюгировать. Поэтому эта система, как у КамАЗа, тормоза сделаны. То есть, помните, воздух не накачал, КамАЗ не едет. Колодки держат. Поэтому их и привязывают веревками эти колодки. Или снимают, отвинчивают. Поэтому КамАЗы разбиваются. А эта система как? То есть, двигатель обороты падает. И сразу же давление в системе начинает расти. И разворачивает, как нужно. Под сколько градусов там нужно развернуть у данной модели двигателя. Поэтому я, честно говоря, просто обалдел. Помимо того, что есть автоматическая система, которая делала. Есть еще две ручных. Простите, представьте. И они говорят, что не сработала система флюгирования. Бля. Просто. У них взорвался двигатель. Буквально взорвался. И еще не сработала система флюгирования. Так я боюсь спросить, а что у них еще тогда не сработало. Но, предположим, она не сработала. Эти чувствуют подъемные силы падают. У них же все это видно. И они что, вручную? Какие-то летчики-испытатели первого класса и так далее. Что же они не отреагировали вручную, что ли? Это не включили? Я очень сильно сомневаюсь, что это так. То есть, у них, получается, ручная система вышла из строя, что ли? Что-то херь какая-то. Я в это не верю. Абсолютно не верю. То есть, автомат не сработал, две ручные системы не сработали. После этого он сорвался в штопор. Да это вообще чушь какая-то. Просто чушь. Не верю. Трое рабочих умерли из-за взрыва газоконденсата на Ямальской нефтеперекачивающей станции. Обратите внимание, каждый день или через день происходят какие-то взрывы газа. Гибнут рабочие. То есть, идет целая волна. Почему эта волна идет? Потому что мы понимаем, что полный жопа в России. Все разваливается. Даже газоконденсатная станция, которая бешеные деньги приносит по барабану. То есть, там ни техники безопасности, ничего. Там хлопки газовоздушной смеси в резервуаре и все, что хотите. В Хантамансийском автономном округе вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку из-за срабатывания датчика. Датчик показал стружку в главном редукторе. Но это очень нехороший признак, если кто-то имеет представление. Вертолет ЮТЕР и так далее, и так далее. Что я могу сказать? Ну, вы помните, на Камчатке только что упал вертолет. Вот как раз сегодня последних погибших там извлекли, да? И так далее. На борту находилось 16 человек, 8 погибло. То есть, тела всех найдены. И так далее. Тоже вертолет Ми-8. Мы видим в последнее время огромное количество авиационных происшествий с вертолетом Ми-8. Что говорит, что опять очередная волна пошла. Поэтому вертолеты Ми-8, Ми-17 и прочие все модификации, я думаю, можно считать не очень удобными для полета, да? Поскольку идет волна таких аварий и катастроф. Я думаю, что в ближайшее время мы опять услышим про Ми-8 или какую-то его модификацию. Ну, которая может называться Ми-17 там с какими-то буквами. Это все херня. Это одно и то же. Мощный выброс сероводорода произошел в Челябинске. Да, то есть, видите, каждый день происходят какие-то мощные выбросы какого-то говна. То есть, в Екатеринбурге людей потравили. Теперь в Челябинске выброс сероводорода. Ночью наши системы мониторинга зафиксированы экстремально и так далее. Короче, норма ПДК превысила экстремально. В Северодвинске, говорит, все нормально с радиацией. То есть, там Пшухер поднялся с утра. Все бегали, йод скупали. Говорят, радиация. Ну, вот какой-то Валентин Магомедович... Магомедов, Валентин Магомедович Магомедов разъяснил всем, что все классно и автоматическая система АСКРО дает сводку по уровню радиации в режиме онлайн каждые 10 минут. Так что, раз она сводку не дает и звукового сигнала АТАС нет, а раз нет звукового сигнала АТАС, значит, все нормально. Можно не париться. И йод не надо пить. Что, наверное, никто за этот выброс не понесет ответственность при этом путлеровском режиме? Конечно, не понесет. Да и вообще бы фонаря. Ну что, они срут, засирают все. И арестовали женщину, выбросившую чужого ребенка из окна роддома в Башкирии. Ну, похоже, она не в себе. Бывает уроженец. Я так понимаю, она там своего тоже родила. Уроженец бывает с психикой проблемы. Все это знают. Иногда даже госпитализируют в психушку. Поэтому там очень часто достаточно строгие условия в родильных домах. Кто понимает эти вещи. Ну, видите, вот какая-то мамаша чужого ребеночка выкинула в окно и убил таким образом. Жуть. То есть, мы видим, люди сходят с ума, не дуром, пачками. Сожженные в Ленинградской области женщины оказался бухгалтер из Москвы. Да, то есть, вот ребенок ее лечился в Питере. И она туда приехала. И вот в результате ведь ее и ребенка нашли мертвыми. Жуть. Ну, надо больше информации. Какие-то страшные вещи происходят. В Москве задержали серийного душителя. Ну, я говорил уже по этому поводу, что тот или не тот, когда это серийного задержали, это нужно все очень серьезно доказывать. А путинская система доказывания это просто завели и били, как футбольный мяч, пока он сам все не рассказал. Вернее, не то, что сам не рассказал, пока они ему не написали, а он не подписал. Если сам рассказал, и он там причастен, это же ладно. Российские пенсионеры устроили давку из-за просроченных продуктов, но это то, что я вам показал. Российский полицейский попался на продаже служебных машин. Видите, как здорово, еще можно оказываться служебными машинами торговать. Прелесть какая полиция в Кабардино-Балкаре, который продавал служебные автомобили под видом списанных. Молодец. Задержан четвертый, сбежавший из изолятора в Подмосковье. Это Александр Бутнару. Да, то есть того пока еще не задержали. Мавридий, да? Может быть и не задержан. Ну, понятно, что весь побег устраивали ради того, чтобы вытащить этого человека. Ингуши устроили стрельбу. Я вообще-то допускаю, что это устроили какие-то спецслужбы, да, чтобы вытащить этого Мавридий. Ну, потому что, возможно, они и были инициаторами убийства этого мясного короля. Ингуши устроили стрельбу в центре Петербурга. Ну, бывает, что же. Слышь, половина всех убийств женщин в России совершает их партнеры. Так во всем мире. Это вот сейчас пишут, как новость, какое-то открытие. Ну, в общем-то, это все прекрасно знают. Это особенность криминологии, да, что когда речь идет о убийстве, там, особенно женщин, да, то надо искать мужчину. А когда об убийстве мужчин, то, как правило, искать женщину. Поэтому первый, вот когда приходит мужчина и заявляет, что у него пропал без вести жена, то 99% следственных версий, да, и разыскных версий, связаны с тем, что это он ее контрапутил. Вот тот, который пришел и заявил. Если муж пришел и написал заявление, что провал жена, не знаю, где она и так далее, найдите, пожалуйста, то следователь, если возбудили дело, оперативник, да, если дело не возбудили, а пока это материал проверки и так далее, они считают там внутри себя, что вот он ее и забомбил. И поэтому будут с ним таким образом разговаривать и всячески склонять его к тому, чтобы он, по их мнению, рассказал правду. И это справедливо, потому что так чаще всего и бывает. В ЛНР нашли массовые захоронения жертв войны, то есть не Второй мировой войны, а 2000 жителей ЛНР, да, останки в разных, значит, там, могилах нашли. И говорят, что там не установлены они, потому что, да, не было времени устанавливать, там, погребали как-то всех, кого там собрали, да, закопали и все. Ну, вообще, это очень интересная тема, да, это вот тоже похоже на заявление, что жена пропала, да, ну, теперь нашли, да, то есть вначале там похоронили, а теперь вот нашли. Ну, это такие обычные захоронения, вроде там, связанные с войной. Фиг, я же знаю, с чем они связаны, с войной или с массовыми убийствами. Тут написал мне человек наш, гуляя в парке с подругой, навстречу за полкилометра идут два полица, останавливают нас, представляется младший сержант Клодозвонов, а дальше там, ну и так далее. В общем, короче, рюкзаки обыскивают и прочее-прочее. То есть они, то ли сами эти полицаи, наркоманы, то ли ищут наркоманов. Ну, в общем, им нужны наркотики срочно. Вот. И выходишь, видишь мусора, сворачивает греха подальше, пишет наш соратник, так оно и есть. И вот хорошая карикатура, на этот счет мне очень нравится, дяденька, спасить там милиционер. Такой черт стоит с пером, да, а он бежит, просит у него помощи. Ну, это логично, в настоящий момент это именно так и есть.